Нашу работу. Среда, 13 часов, поэтому традиционный наш вебинар ведем вдвоем мы с Алексеем. Я думаю, что на этом вебинаре представляться уже, наверное, нам смысла нет, потому что новички, которые перешли, они уже видели, что и как, и какие мы занимаем позиции в проекте. То есть мы как инвесторы, как партнеры, как люди, которые продвигают проект, соответственно, ведем эти вебинары, ведем работу, соответственно, это непростая задача, и каждый из вас с этим сталкивается, когда приходится проходить через огромное количество недоверия, огромное количество отторжения, именно даже от самых близких людей. Поэтому я по себе могу сказать, что когда 15 лет назад я начал первый раз рассказывать о продаже пищевого льда, об увеличении ВВП в 10 раз, о строительстве стальных коммуникационных сетей со скоростями 500 км в час, я могу сказать, что определенные близкие, даже мне люди, мои друзья, они считали, что у меня что-то помутнилось с головой, что я, будучи тогда чиновником, еще не был тогда замминистра. Это другая история, я как раз вот на торговле и на вот этой идее самой торговли льда как раз и стал замминистра. Я рассказывал эту историю, когда я рассказал и очень так эмоционально показал это Сергею Кожугеевичу Шойгу, а он был тогда вице-премьером, курирующим наше министерство регионального развития. И когда он в это поверил, он сказал, ну проси у меня что хочешь, так сказать. Ну я у него попросил, у меня было тогда 29 лет, стать заместителем министра, у меня тогда был карьерный рост выше всего. Вот, и я рассказывал эту историю на одном из вебинаров, и после этого министерство просуществовало еще 4 дня, потом его расформировали, вот, на что я с обидой спросил, Сергей Кожугеевич, а вы знали, что министерство будет расформировано? Он говорит, конечно, знал. Я говорю, а зачем вы же тогда подписали приказ о моем назначении? Он говорит, ну ты же, во-первых, просил и обещал, во-вторых, ну ты же был счастливым молодым человеком эти 4 дня. Я говорю, да, ну вот, значит, ради этого можно было сделать. Поэтому, друзья, очень много, что за это время приходилось делать, проходить, вот, но сейчас по мере того, как готовится сегодня эко-технопарк, как идет стройка, и, кстати, тоже, друзья, вот, уже возвращаясь и обсуждая наши уже насущные дела, то есть 23-24 апреля, это тоже с разговоров с Антольдарчем Юницким, тоже это просьба, чтобы, друзья, вы не делали никаких иллюзий, что, когда мы приедем в эко-технопарк, что там будут везде ковровые дорожки, что там будет все блестеть и все начищено, и там будут стоять уже готовые изделия, и вам будут демонстрировать готовые изделия. То есть нет, друзья, мы четко говорим, что это наш праздник, фестиваль. Мы приезжаем на стройку, да, друзья, там будет грязь по колено, там будет бетономешалки, там будет работа. Это стройка. Мы сейчас не говорим, что мы показываем готовую технологию. Если бы мы готовы, мы так бы, друзья, и показывали. Мы собираем единомышленников, чтобы собраться там, где мы с вами строим, что мы с вами делаем, чтобы каждый был сопричастным, каждый видел, что натягивается, делается, заливается, бивается и так далее, и так далее, что этот процесс идет. И когда будет презентация, когда будут, друзья, уже приглашаться определенного уровня заказчика, мы это будем по-другому позиционировать и по-другому говорить. А здесь, друзья, для нас важность в том, что все это делается, друзья, благодаря нашей с вами работе. Поэтому, потому что тут начали уже спекулировать на эту тему, там, ну, приедем, увидим там бетонные стены, там, ну, во-первых, вы это в репортаже видите, да, друзья. И, более того, я могу сказать, ничего более нового, чем то, что вы видели в репортажах, ну, к тому времени еще, конечно, за почти два месяца еще много что достроится, сделается. Но к этому надо подходить четко, чтобы никто не создавал никаких иллюзий, и потом, чтобы этим никто не спекулировал. Вот, друзья, еще раз мы говорим, это праздник, это фестиваль, это сбор единомышленников, и мы собираемся там, где мы с вами это делаем, где мы с вами это строим, чтобы своими глазами, своими ногами, своими руками быть к этому сопричастным и, соответственно, видеть то, что мы с вами делаем. Для того, чтобы через полгода, когда мы туда приедем, и будет следующий фестиваль, вот там уже будет очень серьезная презентация части технологий, и там уже будет действительно демонстрация от этого, но и то определенные части и подвижного состава, и путевой структуры тоже, что можно будет показать в рамках защиты ноу-хау. Так, здесь, значит, друзья, очень много идет вопросов, и вот по поводу переводить акции про переводы в корневую компанию, теперь по поводу налогов, вот я тут прочитал, что тут идут спекуляции по поводу того, что сейчас нельзя показывать там еще это, что налоги, так сказать, друзья, это все неправда, это все спекуляции по абсолютно непонятно каким сценариям и с какими целями делающиеся. Значит, сегодня юридическая схема отстроена именно таким образом, который идет на стыке, потому что все, что мы сейчас делаем, друзья, это находится на очень стыке многих наук, физико-экономических концепций, платежных систем, все идет на стыке. Так вот, друзья, все идет на стыке российского законодательства сейчас, которое очень многие вещи не успевает описывать, не может описать, что такое интернет-предпринимательство, которое не может сегодня описать это, что такое сегодня интернет-банкинг, что такое сегодня капитализация интеллектуальной собственности. Поэтому, друзья, мы отстроили сегодня такую юридическую конструкцию, по которой вы, как инвесторы, как партнеры, защищены 100%. И то, что вы сегодня будете в реестре акционеров компании, и вы будете обладать этим правом, никаких налогов на этот момент сегодня не возникает. Это не значит, что их никто никогда не будет платить. Когда вы будете продавать в той или иной юрисдикции эти акции, то полученная прибыль будет облагаться налогом. Это обязательно, друзья, это святое. Но на сегодняшний момент, когда идет капитализация интеллектуальной собственности, когда мы с вами создаем актив, никаких налогов быть не может. Это противоречит любому здравому смыслу, потому что мы с вами сегодня интеллектуальную собственность создаем, и мы вкладываем сегодня инвестиции. Если говорить, что на каком-то этапе может возникнуть налог, это бред, друзья. Это просто бред, кто пытается здесь каким-то образом произносить. И второй вопрос, что мы юридически сейчас выстроили определенную такую схему, чтобы эти риски сегодня минимизировать. Поэтому у нас сегодня различные управляющие компании в различных юрисдикциях сегодня. Это компания в Гонконге, управляющая компанией Skyway, которая будет заниматься продвижением адресных проектов во Вьетнаме, в Малайзии, в Индонезии, в Таиланде, еще в ряде стран. И эта компания сейчас уже активно набирает обороты и продвигает этот проект. И сейчас готовится, уже тут я чуть, наверное, приоткрою информацию о том, что готовится ряд поездок сейчас с Анатолием Юницкого для встречи с первыми лицами государств, где будут продвигаться эти проекты. Это Монголия, это Вьетнам, это Боливия, это Индонезия. Поэтому этот процесс активно идет. И, естественно, по мере того, как это будет проходить, мы будем все об этом рассказывать. А буквально со следующей среды мы расскажем о двух очень мощных адресных проектов, которые будут выводить капитализацию. И сегодня мы прикидываем уже первые экономические расчеты, которые начинают говорить о капитализации. Тут очень много задавалось вопросов о дивидендах и так далее. Мы тоже об этом будем много говорить, из чего и как они будут складываться. Так вот, на сегодняшний момент только первые шесть проектов, которые будут запущены в этом году, они в ближайшие 7-10 лет дадут капитализацию четверть триллиона долларов. Это реальные конкретные проекты, которые мы с вами будем обсуждать, где мы будем с вами показывать и прибыльность, будем считать и беду, будем смотреть, как будет складываться капитализация. Это, друзья, начинается уже конкретная работа. Почему ее нельзя было вести раньше? Не было доказательной базы. Мы не могли посчитать с вами затраты, мы не могли посчитать инвестиционную составляющую, которая будет присутствовать в каждом проекте. На сегодняшний момент мы подошли к такой стадии, когда уже в инженерных расчетах, когда в тех чертежах, которые готовы и которые уже размещаются на производстве, уже можно сегодня считать затраты на реализации конкретных проектов. И мы с вами это будем делать, и эта работа сейчас активна. Мы тоже о ней с вами несколько раз говорили, и сегодня уже идет регистрация целой серии управляющих компаний, как я уже сказал, в Гонконге. Сегодня создается уже в стадии регистрации управляющая компания в Израиле, которая будет продвигать, делать проект от ЭЛАТ, от Тель-Авив. Сейчас есть интереснейший проект и запрос в Африке на перевозки бокситов, тоже у нас там очень серьезные сейчас партнеры, которые также прорабатывают проекты. Поэтому, друзья, этот процесс, о котором мы говорили, сейчас можно однозначно сказать, он пошел. Даже, что вообще мне казалось маловероятным, то есть я никогда не верил, что американский рынок или американцы могут сегодня заинтересоваться проектом. Так вот, я могу сказать, что сегодня речь уже идет о создании управляющей компании в Хьюстоне, которая также будет рассматривать ряд высокоскоростных проектов в Соединенных Штатах. На что мне казалось, что это полная фантастика, потому что я считал, что Элон Маск, Hyperloop, технология, которая продвигается, она настолько вытеснила и туда уже инвестированы деньги, что мы сегодня с технологией инженера Юницкого на американском рынке, что это кажется абсолютно невозможным. Так вот, друзья, я вам сейчас четко могу сказать, что оказывается ничего невозможного нет. И целая плеяда проектов, которые сейчас возникают, мы как раз и будем с вами потом уже смотреть, мы с вами будем уже потом считать, из чего будет складываться капитализация, как будет дальше выходить дивиденды, тем более здесь уже с точки зрения инвестиционной грамотности, вы дальше будете каждый принимать решение, к вам будут поступать постоянные предложения продать ваш инвестиционный пакет, естественно, не по тому номиналу, но намного дороже, чем вы за него заплатили. И вы всегда будете между двух таких граней, что либо продать, получить прибыль сегодня, либо сидеть ждать, когда будет капитализироваться, дальше платиться дивиденды. Но это, друзья, уже следующий этап и это уже начало работы того инвестиционного пакета, который мы все с вами сформировали именно благодаря краудинвестинговому периоду работы, который сейчас, скажем так, постепенно идет к своему завершению. Я в конце того вебинара сказал, что это не значит, что будет свернуто полностью, или вообще, так сказать, мы откажемся именно в работе технологии SkyTech, то есть следующей группой технологий, вот краудинвестинга, наоборот, мы, как только стартует Skyway и сюда придут крупные игроки, крупные фонды, мы с вами, опять же, мы вам будем предлагать, это наша с Алексеем будет работа, это будет нашей Академии Новой Евразии, это будет нашей сегодня технологической школе SkyTech, мы будем предлагать вам следующие технологии инженера Юницкого, которые мы будем выводить, у Юницкого этих технологий сегодня, я могу сказать, целая-целая очень серьезная обойма, то есть пакет технологий, которые сегодня готовы внедрению, они ждут своей очереди, естественно, что здесь можно идти только поступательно, запустив технологию Skyway, как локомотив, как то, что потянет за собой и инвестиционную привлекательность, и вообще развитие вот этого технологического направления, дальше пойдет целый набор технологий, которые мы также будем предлагать, и вот здесь как раз, я думаю, что краудинвестинг как схема, которая опробирована, которая дала свой результат, и здесь я могу сказать, что, друзья, нам есть всем вместе, что показать и на что опереться, потому что сегодня мы не зря собираемся в Экотехнопарке, потому что это наше детище, это детище нашего проекта, это то, что мы можем показать и любому сегодня проходимцу, у меня других слов нету, любому сегодня болтуну, который будет показывать и тыкать в нас пальцах и говорить, что мы пирамида, что мы хайп, что мы мошенники, друзья, нам есть с вами что показать, потому что это результат двухлетней колоссальной работы нашего сообщества, именно инвесторов, которые собрали вместе, позволили себе рискнуть, создали систему, создали канализацию по инвестициям и определенным именно целевым образом проинвестировали в Экотехнопарк, и сегодня строим, показываем, создаем, проводим испытания продувки в аэродинамических трубах и так далее, и так далее, и так далее. Это научное направление сегодня работает. Это позволило сделать доказательную базу для экспертов Минтранса, которые не могли не признать присоединенным желанием и нелюбви конкурярующей технологии Skyway и технологии, то, что сегодня делается. И про конкуренцию я сейчас несколько скажу очень нелестных слов в адрес наших чиновников, особенно, которые связаны с РЖД, это сейчас чуть позже. Так вот, друзья, сегодня эта работающая система позволила уже вести переговоры с крупнейшими фондами, с крупнейшими банками, с крупнейшими заказчиками и по месторождениям, и по перевозке людей, и по отстраиванию городских крупных конгломераций и систем транспортных, именно перевозящих огромное количество людей. Все это сегодня, друзья, работает, и мы с вами к этому приложили очень серьезную, очень серьезную, скажем так, энергию, внимание, усилие, и мы с вами получили результат. Поэтому, друзья, имея за спиной работающий Skyway, развивающуюся систему, десятки и сотни миллиардов инвестиций по всему миру и десятки и сотни строящихся проектов, и, соответственно, как капитализация наших пакетов, которые идти, то мы с вами, друзья, я думаю, что уже опираясь на опыт нашей команды, на опыт инженера Юницкого, который сделал практически невозможное, он вывел сегодня без поддержки крупного бизнеса, без поддержки чиновников, опираясь только на краудинвестинг, вывел технологию, которая сегодня меняет весь мир, просто меняет. И, соответственно, по предложению инженерной школы Юницкого, следующие технологии, которые нам будут предлагаться, я думаю, друзья, что мы все будем с большим удовольствием с вами инвестировать потом и в созданию смарт-скай-стекла, то есть целая программа, к которой будет готовиться следующая, это скай-смарт-глаз, то есть так называемое умное стекло, которое будет пропускать, не выпускать тепло или, наоборот, отражать, которое будет являться основой для нашего жилья, которое будет очень комфортным и дешевым. Это, соответственно, тоже мы очень много раз говорили о технологии нового сельского хозяйства 21 века. Естественно, друзья, мы будем организовывать систему и предлагать вам участвовать в этих проектах, и этих проектов будут, я без преувеличения могу сказать, десятки и десятки, поэтому у нас с вами, помимо адресных проектов, которые мы будем запускать в каждом регионе, в каждом городе, у нас еще и будет десятки направлений, по которым можно также еще с помощью краудинвестинга, то есть формировать на ранней стадии очень серьезные инвестиционные пакеты, когда при небольших инвестициях, но в последующем серьезном росте капитализации технологий можно получать очень серьезные дивиденды. Я думаю, что это, друзья, то, что нас ожидает впереди, и мы к этому очень серьезно сегодня подходим. Поэтому то, уже можно сказать, профессиональное сообщество инвесторов, в котором мы с вами являемся, то есть те люди, которые, собравшись вокруг одной идеи, вокруг одной системы доведения информации, вокруг одной системы, которая сводит в единый канал небольшие инвестиции, которая может решать определенные задачи, и, соответственно, то, что сегодня выходит и меняет представление не только наше с вами, но и представление уже крупного бизнеса о дальнейшем развитии. Ну и сегодня мы начинаем вплотную работать уже об целых стратегиях, целых регионах. То есть в ближайшее время, как я уже сказал, готовятся два визита на самом высшем уровне, то есть на встрече с первыми лицами государства Анатолида Ильича Юницкого, и мы, как члены команды, как раз уже готовим целые стратегии, не только отдельный проект, но и целые стратегии развития регионов, которая может сегодня быть осуществлена с применением технологии Skyway. Соответственно, я сейчас уже упомянул про железную дорогу, про конкуренцию, и при Минтрансе, там, где даже были эксперты РЖД, эксперты высокоскоростного сегодня движения, а это в основном у нас ставленники немецкой технологии Siemens, то есть САПСАН, то, что сегодня продвигается. Значит, на прошлой неделе РЖД нас просто, друзья, ну, я бы сказал, порадовало или удивило о том, что директор Института Железнодорожных Исследователей, Лапидус, представил на смотр общественности технологию, как они назвали, скоростного летящего поезда. Вот это, друзья, у меня вызвало, я могу сказать, несколько смешанное чувство, потому что, во-первых, я хорошо знаю Лапидуса, и мы с Виктором Бабуриным года два, наверное, или три назад были в Милане на большой конференции, которая рассматривала возможность строительства моста между Европой и Азией, то есть это вот этого транс-континентального моста, и рассматривались технологии, которые могли там применяться. Естественно, что там была представлена китайская технология скоростных железных дорог, там была представлена ТГЖ, это французские скоростные железные дороги, были представлены итальянские железные дороги, естественно, присутствовал Siemens технологии САПСАН. Мы с Виктором представляли там технологию Skyway, мы даже рельс туда в чемодане возили там, показывали всем экспертам, была очень интересная такая реакция. И вот там мы как раз познакомились с Лапидусом, и он очень интересно отнесся к этой технологии, но при этом тогда он сказал, что мы, у нас в недрах разрабатывается своя технология, и мы, может быть, вам где-то составим конкуренцию. И вот, друзья, они разродились вот этой технологией, и я когда читал, друзья, я не мог поверить своим глазам. То есть РЖД, которое еще, вы помните, когда президент Российской Академии Наук ходил к Путину и говорил, что у нас есть прорывные технологии, то ничего другого, кроме как попросить 2 триллиона рублей на модернизацию Транссиба, который еще построен при Александре Третьем, и для того, чтобы удвоить пропускную способность Транссиба со 118 миллионов тонн до 250 миллионов тонн, у них бы на большего ума не хватило. И вот спустя буквально, то есть об этом мы с вами говорили где-то 4-5 месяцев назад, и очень интересно, тогда я комментировал, что оказывается больше мозгов ни у Академии Наук, ни у РЖД у нас не оказалось. Вот, так вот, сегодня РЖД ответило очень интересным, что им не дают покои лавры Элона Маска, который представил технологии Hyperloop. И здесь, друзья, у меня кроме как обезьянничества, кроме как просто передрать и сказать, что, а если Эллон Маск представляет технологию Hyperloop, и она сегодня принято финансируется, то почему бы нам сегодня РЖД не дать технологию совмещения магнитной левитации и, соответственно, вакуумной трубы и тоже предложить определенный бред, понимаете? Потому что, другим словом, это сегодня не назвать. Я уже с Анатолием Довичем разговаривал, он в ближайшее время, наверное, на этой или не следующей неделе у них очередные будут дебаты в Минтрансе по дальнейшему развитию технологии. И там эти будут эксперты, как раз и будет ряд экспертов, которые занимались Маглевом, то есть это магнитная левитация в Советском Союзе, это так называемая технология. Я хотел вам просто напомнить, что, друзья, когда началась гонка по магнитной левитации, ее начали сначала немцы, то есть этот Сименс, который более 60 лет разрабатывал и вложил туда миллиарды и миллиарды евро. Соответственно, они построили только одну трассу за всю историю, и рынок отреагировал на эту технологию таким образом, что она никому не нужна. То есть рынок признал, что эта технология никому не нужна, ни у кого больше в голову не пришла мысль строить дороги на магнитном подвесе, потому что это крайне дорого, и второе, это крайне опасно. То есть если кто не знает, я могу сказать, что любой вагон, в котором закольцована проводка, которая находится в гелевой, соответственно, среде для того, чтобы это охлаждалось, так вот при нарушении системы охлаждения это все равно, что 20 тонн в тротиловом эквиваленте. То есть это рванет так, что мало не покажется никому. И, соответственно, говорить о том, что это безопасный вид транспорта, то есть когда вы летите на сотнях тонн керосина, где стоит два реактивных двигателя и крыла, и фактически вы летите на ракете на высоте 10 тысяч метров, и как показала практика, и этой неделе Ростов-на-Дону, и перед этим очень много проходило, что это весьма опасное такое занятие, то есть летать на бочки с керосином. Так вот, здесь в альтернативе предлагают ездить на бочке, на вагоне с тротилом, и при любом техническом сбое может произойти очень серьезные последствия. Это я просто тем напоминаю, что такое Маглев. Так вот, почему в России, в Советском Союзе была запущена технология Маглев? Естественно, потому что на Западе это делалось, немцы делали, японцы делали, наша разведка никуда, тогда работала очень хорошо, естественно, стырили документы, вот, и естественно, наши инженеры тут пытались что-то повторить, вложили полтора миллиарда рублей, и Анатолий Дуарович очень образно, он видел эти недостроенные вагоны, то есть по 20 метров и 4 метра шириной по 40 сантиметров из литого чистого алюминия, вот эти вот вагоны, то есть которые стоили просто баснословных денег, а сейчас валяются под забором просто, вот как раз в Институте железнодорожного транспорта. Так вот, друзья, вот это обезьянничество, оно привело к тому, что были потрачены миллиарды рублей, было построено там опытные образцы, которые, естественно, нигде не применялись, и это просто выброшенный день. Еще я могу сказать, что привести пример такой по системе Буран, то есть слышали, что в Советском Союзе, сейчас много об этом говорится, как величайшее достижение советской науки, советской космонавтики, это построение беспилотного аппарата Бурана, это было пострачено 5,5 миллиардов советских рублей, это баснословные деньги на тот момент, это космическая гонка, которую запустили американцы, их шаттлы, мы тоже сказали, что мы не хуже, мы создали этот шаттл, который в автоматическом режиме садился, что не смогли сделать американцы. Мы построили 5 взлетно-посадочных полос шириной километр и длиной 5 километров, причем эти полосы есть на Прибалтике, вот возле Шауляя, где мы получали землю, такие полосы есть в Тверской области, в Тайге, в лесу, такие полосы есть в Воркуте, где я видел своими глазами, это просто ужасное сооружение, представляете, 18 метров в глубину, километр в ширину и 5 километров в длину, в вечной мерзлоте построена такая взлетно-посадочная полоса, это если Буран отклоняется, чтобы он мог где-то приземлиться. Ну и фактически, друзья, это одна из причин, по которой надорвался Советский Союз, потому что такие дорогостоящие проекты позволить себе не могла ни одна страна. Плюс еще Чернобыль, который произошел, а плюс еще падение цен на нефть, и вот это фактически надорвало экономику Советского Союза. Так что, друзья, что интересно после этого произошло? Американцы, которые запустили проект шаттла, и они ведь, если вы заметили, почти 10 лет назад свернули свою проект программу и сегодня летают на наших российских протонах, то есть они улетают на протонах, которые сделаны на коленке лобзиками, возвращаются с парашютами, летают на орбитальных станциях, которые мы сегодня совместно с ними строим. А, друзья, почему? Да потому что это дешевле, потому что одна запуск шаттла это миллиарды долларов, и это никогда себя не окупает. Поэтому дешевле использовать наши ракеты, которые мы пускаем уже 40 лет, и по технологии нисколько не поменялось. Дешевле спускаться на парашюте, потому что это дешевле, и не надо для этого говорить. И самое главное, это технологичнее. Так вот, друзья, время расставило на свои места. И то, что Советский Союз бухал 5,5 миллиардов рублей, то, что он оставил огромное количество людей голодными, и при этом создал никому не нужную технологию, это как раз показывает специфику чиновников, раз, бизнесменов от науки, которые на этом сидят, два, и дальновидность тех, кто принимает решения, это три. Друзья, зачем я вам это все сейчас говорил, и зачем нам очень прекрасно понимать. Так вот, ни больше, ни меньше, как ведущий специалист РЖД, именно железнодорожной науки, господин Лапидус, заявляет о том, что мы в состоянии сегодня создать поезда со скоростью 1000 км в час, перемещающийся в вакуумной трубе с помощью магнитной левитации. То есть он весь бред, который был до этого, магнитная левитация, которая никому не нужна, и которую не сделали. Этот Hyperloop, от которой Эллон Маск сегодня заявил, что в ближайшие три года я вам не покажу технологию, потому что когда начали считать, и Анатолий Эдуардович четко показывал, что с инженерной точки зрения, что, друзья, на Земле создать космос в прямом смысле, в трубу загнать космический вакуум для того, чтобы двигаться в безвоздушном пространстве, а потом сделать систему шлюзования, то есть когда вы перемещаетесь в капсуле, где малейшее повреждение корпуса, это мгновенная смерть для тех, кто перемещается, это система жизнеобеспечения, которая должна быть на уровне космических аппаратов, но здесь, на Земле, где высокая гравитация, то есть большего бреда, друзья, придумать невозможно. А почему это сделается, друзья, еще раз, зависть. Потому что если Эллон Маск продемонстрировал, сделал, показал, то сегодня нашим яйцеголовым вот этим вот железнодорожникам, у которых якобы раскрепощенное сознание, а с другой стороны, друзья, это просто вопрос денег. И здесь им просто Эллон Маск дал аргументацию, что если американцы, если НАСА тратят на это деньги, и там только на строительство одного ангара Эллон Маск получил от НАСА 300 миллионов долларов, то почему бы у нас здесь сейчас не заявиться о красивой модной теме, о том, что мы тоже можем сделать круче хайперлупа, круче, потому что они говорят, у нас будет магнитный подвес, мы будем летать не как Эллон Маск 1200, а у нас будет 1500. То есть, друзья, очередная пошла бредятина для того, чтобы выкачать наши с вами народные деньги из бюджета. Других слов это нет, это никакой анализ никакой не выдерживает, потому что с технической точки зрения эта задача сегодня нереализуема. А думаете, их интересует реализация проекта? Вот те, кто потратил полтора миллиарда рублей на создание Маглева, магнитной левитации в Советском Союзе, и ни одного вагона не построили. Думаете, друзья, их это волнует? Самое главное было освоить бюджет, освоить деньги. Так вот, друзья, когда им сегодня Юницкий на техническом совете, говорит, друзья, вот технология, она уже готова, мы ее уже строим и внедряем, и нам не нужны никакие вакуумные ваши трубы, нам не нужна никакая ваша магнитная левитация, вообще не надо. Железное колесо, железный рельс и 100 грамм на пассажира на километре. Да, у нас нету скорости 1000 км в час, но, извините, скорость 600, друзья, это тоже немало, я вам скажу. То есть, скорости между 1200 и 600, это в два раза. Но если я вам могу сказать, что строительство будет отличаться в 100 раз, а цена на билет будет отличаться более чем в 80 раз, я могу сказать, вы будете сами выбирать, на чем вам ехать. Или вы будете ехать от Москвы до Санкт-Петербурга со скоростью 500 км в час, час 40, час 20 и платить за это, допустим, 5 долларов. Или вы будете ехать не час 20, а будете ехать час, но платить за это 150 долларов. Это, друзья, дело каждого. И тут вы сами будете выбирать. Но просто рынок, друзья, он определит сам. И на сегодняшний момент, особенно технические моменты, которые сегодня абсолютно нерешаемы. Ведь Элон Маск не просто так сказал, что в 16, 17 и 18 году технологию Hyperloop он не покажет, потому что это технически невозможно. И вот здесь, друзья, как раз мы с инженером Юницким во главе, показывая и рассказывая, что технологию мы уже покажем в этом году. И если не дадим вам скорости 600, то во всяком случае 140, а на следующий год будем приближаться скорости 300, а через 20 годом перешагнем скорость 500. Но, друзья, вопрос цены. И здесь как раз, если вы готовы за то, чтобы, находясь в капсуле, в вакуумной трубе, рискуя каждую секунду больше, чем в самолете, и платить за это в 5 раз дороже, ну я не знаю, друзья, нужна кому-нибудь такая экономика или нет. Но сама по себе логика. Вот возьмите, я ее называю плебейская логика. Когда технологию, с которой приходят, они не принимают, но говорят, у нас есть технология круче, чем у Элона Маска. Круче, потому что мы в эту вакуумную трубу запихаем еще и магнитную левитацию. И это будет круто. Осталось добавить, что это будет все работать на ядерном топливе или на такомаках, которые разрабатывает Шарлатан Велихов. Вот тогда, друзья, это будет полный спектр того, что сегодня занимается наша монополия РЖД, ее наука и Академия наук. То есть нам нужен вот этот вот Шарлатан Велихов, который уже 30 лет делает такомак, то есть свои реакторы и говорит, что в ближайшие 20 лет я вам их так не сделаю. Вот, соответственно, магнитная левитация, которую делали, не доделали и которая в мире сегодня нигде не работает. И красивая идея Элона Маска, которая сегодня есть. Так вот, друзья, это сегодня крайняя иллюстрация. То есть почему это сегодня крайне интересно? Потому что при банкротстве фактически РЖД, ее монополизм, и которая сегодня задушила всю промышленность в России, это безумные цены за тарифы, которые сегодня есть. Это сегодня безумное управление то, что сегодня делается в железнодорожной отрасли. Это сегодня безумие то, что творится в российском бюджете, который полностью держится за нефть и абсолютно не может никуда двигаться. Цена на нефть чуть подросла, все говорят, вздохнули. Завтра цена на нефть упадет до 20, бюджет, там доллар опять будет стоить за 100 рублей. Соответственно, в этой условиях опять предлагать утопические, невыполнимые задачи. Это говорит о том, что никто никакой ответственности не несет и нести не собирается. И поэтому я могу сказать, сами почитайте эти статьи, сами почитайте анализ, который на это есть. И здесь, друзья, возникает вопрос. Вот мы с вами делаем, мы с вами создаем, мы ни у кого не спрашиваем. И технология, которая по всем научным экспертным заключениям не сопоставима ни с хайперлупом, ни с магнитной левитацией. Так вот, друзья, я могу сказать, что на сегодня людей, которые в состоянии признать и принять эту технологию, их ни в правительстве, ни в управлении, просто сегодня не существует. Поэтому мы с вами делаем проекты там, где они сегодня реализуются. Мы работаем с теми правительствами, которые сегодня готовы принять и продвигать. Мы работаем с теми инвесторами, которые готовы сегодня двигаться в этом направлении и которые готовы сегодня поддержать. Все остальное, друзья, это будет выглядеть вот так, что обгоним-перегоним, мы круче американцев, американцы делают хайперлуп, это полная ерунда, у нас будет летающий паровоз соответственно с ядерным двигателем на магнитной левитации а по сути дела, друзья, это просто все безответственность людей, которые не понимают, о чем они говорят поэтому это очень интересное, друзья, такое сравнение, это очень интересная тема, которая возникла именно сейчас в бюджетном кризисе в кризисе железнодорожного транспорта в том, что сегодня средняя скорость перевозка железной дороги по России 8,5 километров в сутки, в час, друзья, 8,5 километров, чтобы никто не обольщался что у нас железная дорога там куда-то со своими сапсанами быстро летает то, что сегодня у нас между Санкт-Петербургом ходят сапсаны со скоростью средней там 190-200 километров в час, друзья, они убивают всю Октябрьскую железную дорогу потому что вся оставшаяся Октябрьская железная дорога терпит сегодня огромные убытки из-за того, что сегодня проходит там три или пять сапсанов в сутки вот, но это, друзья, тоже дань нашей коррумпированной системе потому что немцы пролоббировали, немцы очень активно Сименсом раздают взятки все чиновники этому довольны построили эту скоростную железную дорогу вот, теперь, правда, не знают, что с ней делать исходя из тех дотаций, которые на нее идет но, друзья, это крайне важная иллюстрация, когда нам говорят кто поддержит, не поддержит и здесь вот то, что вы писали абсолютно правильно рынок отрегулирует у кого будет качественнее у кого будет дешевле соответственно, тот и выйдет вы помните вот эти вот сказки, когда Медведев ходил к Путину, показывал там свой телефон который они делают разрабатывали там какой-то там йотафон который они производили в Таиланде или в Тайване и так далее, и так далее так вот, друзья, где этот телефон? он никому не нужен, потому что то качество, которое они предложили на рынке ту систему, которую они дали она не сопоставима с лидерами, которые есть поэтому я с удовольствием возьму телефон который будет лучше айфона или самсунга которым я пользуюсь но пока я не увидел этого аппарата поэтому здесь потребитель, который платит он всегда определяет качество и обмануть людей, друзья, сказать, что мы будем ездить на своем хайпер-лупе, который круче но платить за это в 10 раз больше ну, пускай, друзья, кого-нибудь убедят и второй вопрос пусть на это найдут инвесторов и что-то мне подсказывает, что помимо бюджета который опять за взятки, за пилеж поделят и выкопают очередной котлован и потом забудут я думаю, что дальше дело с этой идеей, скорее всего, никуда не пойдет поэтому я могу сказать, что, друзья в этом плане мы сейчас делаем очень серьезное дело и мы с вами стоим не просто на два шага впереди а когда вот я, Виктор Бабурин Анатолий Давыдович Юницкий когда мы прочитали и посмотрели эти сообщения, я могу сказать ничего кроме улыбки это не вызывает а я вам сейчас еще и несколько других слов сказал которые у меня сопровождались помимо улыбки вот, поэтому и про Буран тоже здесь не зря очень хорошо упомянуто потому что все это было на агонии Советского Союза и все это как раз повлияло когда была ликвидирована империя которая казалась неизменимой на тот момент на сегодняшний момент, друзья опять наступают очень непростые времена опять идут бредовые идеи опять предлагают вкладывать деньги в непонятные вещи когда очевидное когда то, что мы с вами делаем вот оно но всегда можно сделать вид что этого нет всегда можно сделать вид что мы на это не обращаем внимания и что этого не существует но, друзья вот здесь вот вернемся обратно в Skyway и здесь будем с вами говорить что это делать и говорить все будет тяжелее и тяжелее потому что проекты которые сейчас уже проектируются и в ближайшее время начнутся строиться управляющие компании которые начинают работать уже по всему миру все тяжелее и тяжелее будет на это закрывать глаза и мы с вами, друзья запустили тот механизм который действительно будет менять мир который действительно будет менять планету и для нас я могу сказать строй Skyway спасай планету это очень важный момент и очень важное утверждение так, друзья значит я сейчас передаю слово Алексею Суходоеву у него очень интересное на мой взгляд сообщение он даст свою точку зрения а я в конце как раз отвечу на ряд вопросов связанные с переводом акций взаимоотношением корневой компании с ВИГа еще очень много разных моментов это, друзья давайте оставим на заключающую часть потому что сейчас очень наиболее важные это, конечно технические моменты которые мы хотим с вами донести чтобы вы понимали чем и как во-первых отличаемся во-вторых конкурируем в-третьих собственно смысл самого проекта Skyway Алексей здравствуйте дорогие друзья в первую очередь новички дамы и господа те кто перешли на расширенной технико-экономический вебинар я надеюсь что информация будет вам как минимум полезна и собственно вот сейчас именно продвигаясь по такому спринту я бы сказал и за время развития в проекте Skyway я сам смотрел и анализировал конкурентов мы это показывали на вебинаре то есть на сегодняшний день мы действительно бежим спринт спринт транспорта второго уровня спринт высоких технологий спринт смарт технологий именно в транспорте в инфраструктуре и так далее и это очень сложная гонка это соответственно не каждый выдерживает такие испытания и многие конкуренты на самом деле они отвалились уже то есть это и матрина пирти это и скайтрен который должен был строиться в израиле еще летом 2015 года не начал свое строительство несмотря на то что им был заинтересован ричард брэнсон то есть по крайней мере на тэд толкс ричард брэнсон неоднократно выступал за эту технологию и соответственно стоит понимать что на самом деле поддержка технологий сильными мира сего это не является преобладающим фактом на сегодняшний день то есть поэтому я могу сказать что схема именно народного финансирования выбрана Анатолием Эдуардовичем Юницким стратегически правильно и стратегически вовремя и только благодаря народному финансированию мы сейчас имеем то что имеем скорее всего Hyperloop также столкнутся с финансовыми проблемами потому что те модели которые они показывают в роликах и так далее это не соответствует действительности то есть стенки подвижного состава не будут такими тонкими и те критерии те качества которые позиционируют по дешевизне проезда и так далее скорее всего они также не будут реальными и более того Маск сейчас упорно занят именно возможной экспансией на Марс и именно для этого он запускает и тестирует Falcon 9 то есть это чтобы минимальные затраты были и хвала и честь будет Элон Маску когда это все получится потому что это действительно проблема когда летательный аппарат взлетает и далее соответственно как только он совершил свою миссию и путь на орбите соответственно это все падает в океан это может приземляться на специальные корабли андроиды управляемые автоматически и соответственно минимальные затраты будут при внедрении данной технологии но с коллегами мы общались в том числе с Виктором Бабуриным и возникла такая идея на самом деле это из сети опять же возникло что возможно Илон Маск строит Hyperloop как раз таки для того чтобы перемещаться как раз таки на территории Марса потому что там в условиях именно строительства технологии Hyperloop более адекватное будет применение этой технологии то есть соответственно вакуум давление в тысячи атмосфер и так далее там это будет правильно там это будет логично и на самом деле тоже постоянно наблюдая смотрю аналитику и мнение разных экспертов по поводу Hyperloop потому что все таки как ни крути это одновременно и конкуренты и не конкуренты не конкуренты потому что скорости около тысячи тысячи ста километров в час это соответственно скорости которые не совсем сравнимы с высокоскоростным транспортом Skyway и я такое вот сравнение приведу которое не говорил еще на вебинарах но меня оно очень сильно затронуло человек приводил сравнение капсулы Hyperloop с пулей то есть представьте человеком просто выстреливают то есть мы как составная часть снаряда более того в Hyperloop вы будете заходить когда он будет создан и построен и полулежа ложится как спорткар то есть не встать не сходить куда-то по своим делам не получится придется вот эти 20-30-10 минут находиться именно в полулежащем состоянии и напомним то что перемещение должно быть абсолютно по прямой соответственно если будут какие-то небольшие отклонения и если не дай бог будут соприкосновения подвижного состава подвижной капсулы Hyperloop со стенками вакуумной трубы то сразу же произойдет авария и более того каким образом будет и сколько затрат будет тратиться на ремонт вакуумной трубы если она километр если она ладно километр если она десятки километров а то и сотни километров каким образом это все дело восстановить каким образом будет продолжаться движение на этой ветке транспортной вопросов действительно очень много но повторюсь меня действительно поразило вот это сравнение что действительно человеком собирается выстреливать Для товаров, грузов это нормально и более того, это возымеет успех и ускорит логистику и имеет право на существование именно в сфере Hyperloop, но людьми выстреливает, извините, но это что-то такое уже из антигуманистичности. И более того, Илон Маск тоже неспроста этот проект передал Hyperloop Transport Technologies, так вроде бы произносится название корпорации, которая на сегодняшний день занимается развитием технологии Hyperloop. Так как Илон Маск понимает на самом деле и перспективу внедрения Hyperloop и его античеловечность, потому что на самом деле Илон Маск участвует в ряде фондов, которые направлены на антиглобализм, направлены против идеи формирования золотого миллиарда и так далее. То есть, ну можно сказать, это такой достаточно благородный железный человек нашего времени, но намного более благородным и более правильным с инженерной точки зрения, просчитывающим и более того, я не побоюсь этого слова, предвидящим. То есть, Анатолий Эдуардович Юницкий это визионер и множество фактов об этом говорят, начиная с выбора концепции не технопарка, а техноэкопарка, когда ведущие корпорации Apple, Microsoft и так далее свои головные офисы строят именно с применением зеленых насаждений и так далее. То есть, это еще задолго данной концепции Анатолий Эдуардович Юницкий стал показывать. И на самом деле то развитие проекта, которое выстраивает Анатолий Эдуардович Юницкий, оно рано или поздно приходит именно к правильному своему вектору развития. И, друзья, это на самом деле наша с вами удача, участие в подобном проекте, когда им руководит человек такого видения и такой глобальной точки зрения. И, собственно, про Илона Маска мы также говорили, кто не в курсе на прошлых вебинарах, про сравнение видео есть, размещенное на официальных каналах Skyway, про сравнение Unibus и Tesla автомобиля. На этом мы останавливаться не будем. И я хотел бы также остановиться на очень важной такой теме, как угроза безопасности человека в массовых скоплениях людей. То есть, это могут быть и рапорты, и станции. И в Брюсселе вы видели, что прогремели взрывы. И на самом деле это, опять же, доказывает, ни в коем случае нельзя играть информационно на таких событиях, так как это действительно горе, это беда. И то, что произошло с падением самолета недавним на территории Российской Федерации, это тоже такой факт очень и очень печальный. Но одно я могу сказать, что при той логистике, которая будет формировать технология Skyway, возможности проведения каких-либо атак и так далее на территории аэропортов станций будет меньше, потому что народ там не будет задерживаться. Не будет таких скоплений народа, которые Шереметьево, Домодедово и так далее. И в мировых аэропортах с большой пассажиропроходимостью, и, соответственно, когда много людей действительно ожидает своего рейса, иногда многие часы, иногда сутки даже могут ожидать. И не у всех есть возможность ожидать, так скажем, в отелях, то есть просто спят на сиденьях. И такое вообще мироустройство современных станций, аэропортов, железнодорожных вокзалов, оно войдет при внедрении технологии Skyway далеко в историю. То есть человек приехал на станцию, соответственно, он отправился по своим задачам, по которым он приехал в то или иное место назначения. И он не будет задерживаться на этой станции, максимум это что-либо купить в торговых центрах, в торговых комплексах. Но основную часть времени он будет находиться именно в мобильности, в мгновенном перемещении. И в том аспекте немаловажном, что станция это будет как точка, именно связывающая прямую, либо чуть-чуть кривую сети Транснет. И, соответственно, это только точка высадки, это точка либо приема пассажиров, либо, соответственно, прибытия пассажиров. Не более, там не будет скапливаться народ. Соответственно, безопасность, и не говоря уже о том, что будет система наблюдения, и инфраструктура Skyway подразумевает под собой очень серьезную систему наблюдения. Дата-центр по всем данным будет находиться и защищен непосредственно серверная составляющая центральной части. Это будет, естественно, засекречено. И те данные, которые проникнут, недоброжелатели каких-либо людей, которые могут представлять угрозу и возможные атаки, какие-то действия противоправные для человека, это сразу же будет вычислено. Что не скажешь на сегодняшний день о станциях автобусных, допустим, я не говорю про отдаленные районы, то есть я не говорю про такие районы, как Люберцы, допустим, Московской области, Москвы, где, собственно, в темное время суток не стоит находиться долго, так скажем, на месте отправления автобуса. Что будет касаться станции Skyway, то об этом можно будет напрочь забыть. То есть это будут светлые станции, это будут защищенные станции, это будут удобные для перемещения без заторов и так далее, которые происходят на сегодняшний день в метро. Что касается перемещения пассажиров и, соответственно, это действительно новая логика вообще перемещения обычного пассажира с земли на станцию и, соответственно, меньше стресса будет элементарно у людей. Меньше стресса, чего не скажешь, опять же, о метро. То есть я не особо приветствую те случаи, когда необходимо в Москве, допустим, я говорю про себя, чисто про себя, перемещаться с четырьмя пересадками. И Анатолий Эдуардович Ницкий говорил неоднократно в своих высказываниях, что несколько секунд даже небезопасно для здоровья находиться под землей в метро. И взгляните на лица проходящих людей в метро, они неспроста такие, так скажем, грустные, кто-то негативный, кто-то агрессивный. И я считал статистику, что именно подземки, количество и процент карманных краш и так далее, рекорд это, естественно, Европа, это Испания, Барселона, если говорить точно, Париж, это именно вот такие ключевые позиции карманных краш. Но именно вот такие агрессивные воздействия под землей, они увеличиваются, потому что народ находится в стрессе. Что касается перемещения по технологии Skyway, то это будет комфортное, безопасное и бесстрессовое перемещение. То есть я хотел бы такое вот именно понятие ввести как бесстрессовое. То есть вы будете перемещаться действительно с радостью. И хотел бы всем напомнить, что 23-24 апреля у нас будет очень серьезное событие. В личном кабинете, как и Skyway Capital, так и RSV, там должна появиться в скором времени кнопка. Вы можете оплатить участие, оно стоит 15 долларов. Это необходимо для предварительного покрытия аренды и так далее. То есть будет проходить конференция. И это будет действительно праздник, действительно событие. Несмотря на то, что обязательно возьмите сменную обувь, то есть не будет такого, как допустим было при закладке нулевого километра, будет грязь и пыль. Как и не может быть по-другому на стройке. И многие видят репортажи, что да, сейчас транспортная дорожка была проложена, сейчас технике проще перемещаться. Но это не асфальтобетонное покрытие. Собственно, естественно, экотехнопарк развивается с минимальными затратами. И всем хотел бы, в первую очередь новичкам, также оповестить и напомнить, что в сентябре, если быть точными, с 20 по 23, мы были приглашены. Виктор Бабурин блистательно это осветил в своем интервью. Сбросим обязательно ссылку, посмотрите. То есть уже более 2000 просмотров. Хорошее очень видео показательное. Нас пригласили. Мы не попросились, нас именно пригласили. И там как раз таки мы будем самой близкой по применению именно на втором уровне технологии участвовать с компанией Hyperloop Technologies. Hyperloop Transportation Technologies. И, соответственно, даже такое сравнение, что Hyperloop Transportation Technologies и Skyway Technologies тоже вот неспроста, я думаю, такое совпадение. Потому что это действительно гонка. И может быть даже Hyperloop в высокоскоростном направлении. Если им удастся в 2017, до конца 2017 года показать уже высокоскоростное их направление, то, возможно, этот спринт даже в равных позициях достигнут финиша Skyway и Hyperloop. И это будет также логично, понятно, так как это те компании, которые на сегодняшний день, не выдыхаясь и постепенно, наоборот, открывая второе дыхание, развиваются. Но могу сказать, что по сравнению со строительством на нашем техноэкопарке, значительно строительство развивается быстрее, чем у Hyperloop. Возможно, они какие-то данные не показывают, но что касается развития до конца 2015 года и отчет годовой за 2015 год, мы их опережаем. Но, повторяю, это такой транспортный спорт и действительно тут, естественно, транспортная гонка, все максимально свои положительные черты, максимально ускоряются фактически каждый день. Потому что тот рынок, который на сегодняшний день не занят абсолютно никем, это рынок транспорта второго уровня, это совершенно новая концепция перемещения. Это действительно триллионный рынок, это возможная основа новой мировой экономики, естественно, те компании, которые этим занимаются, те компании, которые этим еще будут заниматься, это все прекрасно понимают. И сейчас уже идет дележ рынка по адресным проектам. Я могу привести такое сравнение и можете также в интернете найти, что недавно Hyperloop подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Словакии. И у нас есть партнеры в Венгрии, Чехии, Словакии, которые как раз-таки говорят о том, что это соглашение, это не более чем пиар и стратегический ход. Если сравнивать с этим, то, пожалуйста, Armand Murnix подписал недавно соглашение в Ирландии. Сейчас у нас также переговоры с российскими чиновниками. Все вы об этом прекрасно знаете. Российские чиновники менее охотно подписывают соглашение. То есть конкретным соглашением можно назвать эскизный проект, ДПЧ, то есть именно план, который будет подготовлен проектной организацией. Это я могу сказать как человек, уже занимающийся адресным проектом. И одно я могу сказать, что сейчас из Словакии и так далее мы прорабатываем действительно вопрос также выхода на администрацию. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, друзья, это действительно гонка. И если на ту или иную неделю, то есть счет идет на недели и на месяцы, одна технология опережает другую, то всегда в спину, очень близко находясь от друг друга, конкурирующая технология действительно дышит. И об этом стоит помнить. Об этом в первую очередь помнит Анатолий Эдуардович Ницкий, научно-производственное конструкторское предприятие, вся команда. И действительно целенаправленно, каждодневно, упорно развивает и улучшает технологию и удешевляет концепцию и методы строительства, реализации технологий на экотехнопарке. Потому что в первую очередь это безопасность перемещения, но не только безопасность перемещения, но на сегодняшний день с 2013 года это также безопасность инвестирования и безопасность каждого акционера и дочек. Вот собственно такое видение, дамы и господа, и для тех, кто не в курсе о тех пакетах, которые у нас представлены, что касается Skyway Capital, и можете в пакеты также зайти посмотреть, кто участвует в других фондах в РСВ, но я буду говорить про Skyway Capital. Это потенциальная, возможная, теоретическая, действительно доходность акций в будущем. То есть насколько быстро настанет будущее, зависит от рынка. Мы сейчас формируем рынок, которого на сегодняшний день нет вообще в мире, нет вообще на планете. Поэтому за него ведется такая борьба, поэтому крупные европейские венчурные фонды уже увидели в этом лакомый кусок огромного пирога и, так скажем, готовы нам помогать, готовы нам оказывать активное, в том числе финансовое содействие. То есть по поводу этого сейчас упаковка ведется, и я думаю, что в ближайшие месяцы вы увидите новые сайты, новые управляющие компании, и это будет только ускорять развитие. Но одно я могу сказать, что действительно до конца 2016 года финансирование может корневой компании и закончиться, то есть поможет и не закончится. То есть никто этого наверняка не знает, но это говорит о том, что действительно стоит подумать, стоит в какой-то мере поторопиться, хотя торопиться в жизни вообще не рекомендуем. Стоит основательно подумать и принять взвешенное, логически выверенное, правильное для вас решение. Ну и всегда я говорю про монеты, монеты стоимостью растущей в личном кабинете, и стоимость ее уже обозначена Анатолием Эдуардовичем Юницким в будущем. Когда сеть Transnet будет введена, это будут некоторые достаточно положительные привилегии для обладателя этой монеты, того человека, который будет ей обладать. Не будем говорить, какими он преференциями будет обладать, потому что это секрет, это коммерческая тайна, но одно могу сказать, что эту монету стоит покупать. Ее покупают сейчас за границей, в Казахстане и так далее. Я приобрел ее сразу же на первых этапах, когда проходила акция 1 к 1000, то есть дискаунт был, венчурная премия 1 к 1000. Но не знаю, вернется это время, будет временная акция 1 к 1000 или нет. Но тогда еще без знания тех привилегий я приобрел эту монету, и многие активные лидеры, партнеры мои в первую очередь приобрели, ну если говорить про своих партнеров. И когда, собственно, Анатолий Эдуардович так вот приватно рассказал, какую ценность, ну друзья, это просто поражает воображение. И об этом только может мечтать человек, который пользуется на сегодняшний день, допустим, самолетом, регулярно перемещается на Сапсане туда-обратно, если говорить Москва-Питер. И, друзья, это действительно подарок судьбы, это действительно стоит, чтобы приобрести. Но что это, не можем говорить. Вот, собственно, дамы и господа, ждем на следующих вебинарах именно уже с вашими партнерами, с теми, кто желает разобраться в проекте Skyway, с теми, кто сомневается. Вы все прекрасно увидели, и я думаю, что подтвердите, можете подтвердить плюсиками, что на вводном вебинаре максимально доходчиво, четко, честно была донесена информация. И мы стараемся улучшать. Сегодня, я считаю, прошел достаточно хороший вебинар, и полдня Skyway уже прожиты, так скажем, не зря. Ну, а я передаю слово уже по экономическому обзору, именно вот нашему народному экономисту, титул такой вот именно Skyway-овский и российский, потому что Сергей Анатольевич Собиряков, на самом деле, это тот человек, который в свое время дал серьезный макроэкономический прогноз до 2030 года. Его приглашали даже в Центр прогнозирования и развития США, приглашали работать, но он как истинный патриот, каким именно человек, развивающий русскую технологию, отказался. Я считаю, абсолютно правильно сделал. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету, дорогие друзья. Счастливо. Спасибо, Алексей. Конечно, скоро уже будем полностью стихми говорить от начала до конца, но тем не менее, друзья, это действительно все очень верно, очень правильно, что строй Skyway, спасай планету, и объединять это наша работа, и дай мир Транснету. Это все, ну как бы, ну вот складывается в такие вот, как уже получается, не нами придуманные стихи. Вот, поэтому, что хоть, значит, я посмотрел вопросы, которые сейчас в чате идут, конечно, очень серьезно сейчас задевает вопрос всех, это взаимоотношения с ВИГа и что там происходит. Вот, тем более, что очень многие, наверное, видели, что мы с Алексеем долгое время вели вебинары и конференции в СВИГе, то есть Skyway Invest Group, потом мы перестали с ним сотрудничать. На все есть, друзья, свое объяснение, все это самое, и я объяснял и показывал... С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Так, друзья, как всегда, наш младший брат интернет или поиски врагов, так сказать, на самом деле начинает отключаться. Но это, друзья, конечно, давайте не будем впадать там в какие-то шпионские вопросы, значит, не стоит говорить об этом. Ну, наверное, Тамара, может быть, такой вопрос. Значит, этот вопрос требует определенного комментария, тем более, что обозначена позиция Анатолия Дуарча и Юницкого. Сейчас очень много задают вопросов, особенно по длинным пакетам, которые сейчас приняты. Давайте изначально, что СВИК, это организация, краудинвестинговая организация, которая была создана, началась она создаваться еще май, апрель, май 2014 года, когда активно работала система. Именно Юницким для того, чтобы сделать независимую систему краудинвестинга, когда надо разводить производственное, именно инженерное направление краудинвестинга. Это все было связано с событием в Литве, когда стали возбуждать уголовные дела, когда стали блокировать счета. И как раз связано с тем, что пытались на лоб повесить ярлык пирамиды. И таким образом Андрей Хавратов создал Skyway Invest Group, который взял на себя основную часть финансирования. Это очень важная, серьезная работа была на тот момент. И для того, чтобы не увязывать именно обязательства Skyway, была принята такая форма, что продается обучающий пакет, в подарок дается обязательство, которое конвертируется потом в акции Skyway. И эта очень серьезная схема отработала. Практически год она позволила встать основной компанией РСВ, создать новую юридическую схему по работе Skyway Capital, РСВ. И дальше начала набирать уже именно нормальная юридическая схема, а не кривая, задачей которой было завуалировать именно краудинвестинг. На сегодняшний момент SWIG свою задачу выполнил. И на сегодняшний момент обязательства, которые выданы учредителями SWIG, это деривативы, это вторичная расписка на акции, которые куплены в Skyway. Сегодня есть необходимость именно с тем, что приходят крупные партнеры, при том, что будет обязательно конвертация уже в акции, выводимых на биржу компаний. Сегодня необходимо консолидировать все обязательства в компании РСВ. И в общем-то с руководством и с Хавратовым Андреем, и с теми, кто начинал эту работу, была договоренность, что в течение двух-трех месяцев тот, кто приходит в SWIG, Skyway Invest Group, его обязательства, которые выдаются, именно вторичные обязательства, деривативы, они конвертируются в акции. И на сегодняшний момент такой процесс идет, и очень настоятельная просьба, очень настоятельный вопрос, что кто сегодня обладает обязательствами Skyway Invest Group, конвертировать их и стать акционерами РСВ. Только в таком случае инженер Юницкий и компания может нести перед вами ответственность. В противном случае вы не являетесь акционерами Skyway, и перед вами группа компаний Skyway и лично президент Анатолий Юницкий ответственности не несет. Поэтому такая возможность юридически сегодня открыто сделана, и это крайне необходимо сделать. Второй вопрос, который сегодня стоит, это по поводу рассрочек, которые были начиная с декабря куплены, то есть на 5-10 месяцев, для того чтобы, здесь я могу сказать, на прошлом вебинаре задавались вопросы, здесь вопрос никаких юридических вопросов нет, вы можете просто переходить, спокойно платить их дальше в РСВ, и никаких проблем здесь тоже не возникает. Если кто-то пытается на этом сделать какие-то инсинуации, или пытается этот процесс остановить, либо помешать, значит цели и задачи у этих людей совсем другие, а не развитие проекта. Это тоже значит надо писать, писать Алексею, мне, писать Юницкому, писать техподдержку, и таким образом эти вопросы будут регулироваться. У нас нет никакого рабского момента, что вы зашли, и таким образом обязательства теряются. И второй момент, что никаких потерь, которые сегодня говорят, у вас не будет. Поэтому имейте это в виду, и на сегодняшний момент просто необходимо консолидировать все обязательства в рамках единого реестра, и этот реестр должен быть в головной компании. Только так можно дальше уже строить стратегию выхода на биржи, на конвертируемые рынки, там, где будут привлекаться другие инвестиции. Поэтому на сегодняшний момент позиции деривативов, когда на обязательства основной компании выпускаются еще дополнительные обязательства, этого сегодня неприемлемо. Поэтому, друзья, надо этот вопрос понимать, надо делать. И еще раз повторюсь, что СВИК, как забуалированная продажа акций, свою задачу выполнил. А дальше команда СВИК, которая сегодня работает, она уже сегодня продвигает проект по Евразии, продвигается проект Транснет Групп, который продвигает и другие технологии, и другие направления. Вот, соответственно, дальше и обучение, как идет. Поэтому эта работа, естественно, останется, она никуда не денется, но напрямую, как производная гарантия от акций SkyWay, это, естественно, делаться не должно. Поэтому, друзья, дальше вы смотрите. Никакого конфликта у нас с Алексеем, с командой СВИК нет. Просто мы, именно как консультанты, как люди, которые ведут вебинары, по просьбе Анатолия Дуаровича Юницкого, ведем сегодня конференции, вебинары для всех участников проекта SkyWay, неважно, точка входа является СВИК, SkyWay Capital или РСВ. Поэтому ту работу, которую мы делаем, она важная. Для нас нету разницы, кто и каким образом получил информацию. Все вы являетесь участниками проекта SkyWay. Единственное, что просьба и пожелание, это юридически сегодня встать в реестр акционеров и таким образом быть полностью защищен с точки зрения корпоративного права ваших инвестиций. Сегодня, обладая расписками SkyWay Invest Group, вы такой юридической защиты не имеете. Сегодня единственный акционер является учредитель СВИГа и он является акционером SkyWay. Все остальные имеют его личные расписки и, соответственно, для того, чтобы не было потом никаких инсинуаций, выполнятся эти обязательства, не выполнятся обязательства, есть договоренность, есть решение о том, что сегодня вам необходимо встать в акционеры SkyWay, тогда вы участники проекта. Если по каким-то причинам вы не хотите этого делать, считаете, что вас это обязательство вполне устраивает, это ваше личное право, никто здесь не заставить, ни в принудительном порядке сделать не может, но тогда все юридические вопросы вы решаете лично с тем, кто выдает вам деривативы СВИГа. Соответственно, кто это является учредителем СВИГа, кто это, друзья, я, допустим, вам сказать не могу, зайдите в реестр учредителей и посмотрите, кто является учредителем СВИГа, чьи обязательства вы имеете на руках, тем более, что обучающий пакет вы купили, все обязательства СВИГ перед вами выполнил, а подарочные сертификаты, которые у вас сегодня есть, по ним могут выполняться обязательства, могут не выполняться. Это, друзья, в общем-то, ваше личное дело, личное право, и, соответственно, каждый должен, исходя из инвестиционной грамотности, которой вас учат на вебинарах по инвестированию, каждый должен принимать решение. Поэтому, то, что касается людей, которые сейчас уже переходят, у меня есть просто одна очень небольшая к вам просьба. Так как уже происходили ряд случаев, когда менялись цифры в личном кабинете, замораживались личные кабинеты, когда менялись реферальные выплаты, поэтому, друзья, у меня просьба к вам делать постоянно скрин экрана личного кабинета СВИГа, потому что уже есть факты и уже есть случаи, когда по недобросовестности некоторых менеджеров или ошибочным каким-то действиям могут теряться данные, могут теряться акции. Поэтому, друзья, относитесь к этому спокойнее, но всегда наша просьба к вам – это всегда делать скрин экрана и иметь всегда доказательную базу о том, что и как вы инвестировали и какое количество акций, соответственно, у вас начислено. Это просто как дружеский совет, и я рекомендую вам очень хорошо им воспользоваться. Еще не выкуплено. Друзья, еще раз, вот если не выкуплено, никакого рабства у нас нет, поэтому здесь вопрос, если вы считаете, и к вам рекомендация, что переходить в РСВ, переходить, а, соответственно, весь пакет туда перейдет, ничего вы при этом не потеряете. Так, а если документ там в СВИГе? Так, ну все понятно. Так, так, ну что делать то с теми, у кого… А, вот, друзья, вот насчет меньше 10 тысяч акций, я, честно говоря, не до конца могу понять этот вопрос. Кто запустил о том, что если у вас небольшой пакет, то он переводиться не может, это все, друзья, ерунда. Я вам еще раз говорю, никакого рабства у нас нет, никаких ограничений по переводу и по приему в РСВ нет. Поэтому, если вам по каким-то причинам в СВИГе делают препятствия, поэтому делайте скрин экрана, пишите заявление в техподдержку РСВ, либо Капитала, переходите, и все будет сделано. Поэтому никаких, друзья, вопросов здесь быть не должно. Вы все являетесь участниками проекта, и задача сейчас такая, чтобы вы все стали акционерами, и, соответственно, по акционерному законодательству были защищены ваши инвестиции. Это сделать крайне необходимо, потому что мы подходим к очень важному этапу, вплоть до того, что будет производиться обратный выкуп определенных обязательств через фонды, и тот, кто не обладает и не находится в реестре акционеров, соответственно, он этим правом просто воспользоваться не сможет. Потому что деривативы ни в коем случае никем выкупаться не будут. Как преференции будут у обладателей монет? Татьяна, ну, Алексей вам как раз сказал, что в чем сложность, что мы с Алексеем знаем, но у нас есть обязательство этого не говорить. Поэтому мы и так уже вам сказали, что те, у кого есть монеты, они будут обладать очень серьезным правом. Ну, чтобы еще немножко сказать, ну, как бы там, с чем это можно сравнить? Есть, допустим, бонусная программа, аэрофлот бонус. То есть вы летаете по самолету, у вас есть карточка, и тот, кто обладает, он обладает определенными накопительными вещами, билет дешевле, проезд дешевле, условия в аэропорту могут быть другие. Вот считайте, что тот, кто войдет и приобретет такой монет, он будет обладать очень серьезной перференцией в проекте Skyway и конкретных трассах, которые будут построены. Но больше, друзья, я не могу сказать, извините, это должен объявить только сам Анатолий Эдуардович. Я думаю, что 23 апреля, когда он будет перед нами выступать, мы еще у него об этом спросим. Так, свит от 10 тысяч. Так, ну давайте на вопрос от 10 тысяч я вам ответил, что никаких ограничений быть не должно, никакого рабства у нас, друзья, нету, поэтому все, кто переводят, они должны быть переведены, и неважно, сколько у вас одна акция, тысяча или 10 тысяч, вы должны быть в реестре акционеров группы компаний Skyway. И, соответственно, здесь эти вопросы, я думаю, надо снимать и больше на них не отвечать. Так, а как с Капиталом? Не понял, при чем, как с Капиталом? С Капиталом, по-моему, никаких проблем нет. Все, кто являются акционерами и все, кто являются в Капитале, они в автоматическом режиме входят в реестр акционеров головной компании. Тут даже вопросов нет, вас это не должно никаким образом заботить, просто знайте, что вы являетесь акционером и в реестре, и все, и больше на этот предмет можно. Так, как рассрочку перенести? Никак. Просто берите и переходите, и рассрочка перейдет вместе с вами автоматически. Все. Так, по земле. Значит, друзья, по земле это очень важная тема, мы очень много о ней говорили, и сейчас, так как закон начинает по земле работать в Российской Федерации с 1 мая, то после 23 апреля конференции мы к этой теме обязательно вернемся, и это будет очень важное еще одно дополнение к программе, тем более, что я могу сказать, что мы уже начнем действовать и работать с очень серьезными командами губернаторов, ряда губернаторов, которые заинтересованы в том, чтобы мы получали землю именно на их территории и осваивали территории. Поэтому после 23 апреля мы к теме о земле очень подробно вернемся, и это будет, я могу сказать, еще одно очень интересное развитие, очень серьезный бонус, который идет в общем проекте Skyway. Поэтому не думайте, что эта тема ушла или про нее забыли. Нет. Просто введение закона с 1 мая, и к этому времени мы абсолютно с вами... Так, а как быть со структурой? Друзья, со структурой вот как раз вопрос решается, это очень сложно, потому что на сегодняшний момент договоренности о том, что кто переходит из СВИГа в Капитал, будет выстраивать до автоматического переноса структуры нет, хотя мы с таким предложением вышли и к Юницкому, и к Бабурину с Кудряшовым, руководителем Капитала, и к Хавратову, потому что у нас с Алексеем структура больше 36 тысяч человек в СВИГе, и мы бы хотели, чтобы она целиком была перенесена к Капиталу. Но на сегодняшний момент такого решения нет, поэтому пока кто переходит в добровольном порядке, тот переходит. Поэтому, может быть, друзья, это и не совсем плохо, потому что переходят активные, начинает переструктурироваться работа, начинают выявляться действительно лидеры, под кого люди хотят зарегистрироваться и с кем хочется работать. Поэтому это, друзья, будем называть естественным отбором. И естественный отбор, естественно, пройдут не все. Поэтому давайте еще немного подождем, как это будет делаться. Но мы активно с Алексеем работаем, мы с ним, мне тоже, считаю, очень повезло, мы с ним как одна команда, единое целое. Вот у нас сейчас разрастается, появляется еще очень много молодых, талантливых лидеров, тех, кто работают. Поэтому мы и по адресным проектам сейчас активно работаем, по разным регионам, и по формированию уже работы в капитале тоже активно работаем. И я могу сказать, что это, друзья, очень сейчас такое важное и серьезное время, где мы еще активно развиваем работу именно с точки зрения построения структуры. Так, да, тандем. Ну, здесь, друзья, я могу сказать, что когда я 10 лет практически работал в очень тесной связке, мне очень повезло с Виктором Бабуриным, вот, когда он еще совсем молодым юристом пришел в мою юридическую компанию, и мы вместе провели более 70 тысяч судебных заседаний по всей стране, вот. И когда он перешел и стал правой рукой Анатолида Ивницкого, мне, конечно, в моей команде не хватало такого молодого, талантливого парня, как Алексея Суходових, и сейчас я считаю, что все восстанавливается, и мы работаем как одно целое. И с Анатолием Ивницким, с Виктором Бабуриным, и вообще со всей командой RSV Capital. Поэтому, друзья, здесь действительно, и я могу сказать, как раз вот эти два года по краудинвестингу, лично для меня, они дали очень большой именно толчок с точки зрения формирования команд. И сейчас в каждом регионе, в каждом городе практически есть очень интересные ребята, люди, которые дальше будут продвигать проекты. И, конечно, вот эта логика формирования адресных проектов, она опирается вся только на команду. И фактически мы сейчас видим, где есть команда, там идет развитие адресного проекта. Там, где команды нет, мы, сидя из Москвы, с Челябинска не можем это запустить. Так, детей акции перевести можно несовершеннолетних. Этот вопрос постоянно ставится, там есть вопрос с верификацией, но он имеет решение, но я думаю, что это в индивидуальном порядке, можно выйти на техподдержку, и вы получите ответ. Так, а землю можно только через СВИК получить будет? Нет, Дмитрий, здесь вопрос. Вообще СВИК к земле не имеет никакого отношения, никогда не имел. Поэтому это мы, как консультанты, вели там работу и рассказывали о проекте земле, а под это будет создана специальная управляющая компания, которая будет рекомендовать и выдавать координаты земли, кто хочет участвовать в этом проекте. Здесь к этому и РСВ не будет иметь никакого отношения, потому что землю выдает только правительство Российской Федерации по личному распоряжению президента Владимира Владимировича Путина. Какое мы к этому все имеем отношение? Мы только можем дать рекомендацию, где исходя из наших экспертных оценок, исходя из формации проекта SkyWay, который есть, эта земля будет вблизи проходящих трасс SkyWay, и только в этом будет их ценность. Соответственно, этим мы предлагаем всем воспользоваться. Так, в СВИГе нет функции перевода рассрочки. Да, Татьяна, такой функции нет и никогда не будет, поэтому вам надо просто переходить, начинать платить в РСВ, а акции вам переведутся автоматически. Акции СВИГа до какой даты? Ну, смотрите, мы рекомендуем всем переводить акции до конца мая, потому что в мае будут происходить очень серьезные события с точки зрения структурирования именно обязательств, которые есть. Поэтому очень такое серьезное пожелание, чтобы до конца мая все обязательства были переведены, и чтобы вы все стали именно в реестр головной компании. Это очень важно, потому что тогда мы можем структурировать и тогда дальше работать. Так, Татьяна, в СВИГе дисконт 600, головной нет. Головной будет точно такой же, не переживайте, это все. Если есть какие-то нестыковки, это чисто технический сбой. А как же линейный город Евразия? Так, с линейным городом Евразия я могу сказать, что все будет очень хорошо, он будет обязательно строиться. И строиться он будет по технологии SkyWay. Где посмотреть в кабинете корневой компании? Но, друзья, тут очень просто. Вы должны открыть личный кабинет и просто должны там увидеть количество акций, поэтому где там посмотреть, никаких проблем быть не должно. Вы ставите акции на перевод, и они должны появиться в личном кабинете головной компании. Поэтому здесь никаких вопросов быть не должно. Так, ну, конвертация 10 тысяч я уже сказал, Владимир, это надуманная какая-то вещь. Поэтому, если кто-то мешает или переводит, значит, пишите в техподдержку, будем решать вопрос этот персонально. Потому что никаких ограничений быть здесь не должно. Так, как поехать в апреле в Минск? Ну, друзья, значит, давайте уже вопросы начинают зацикливаться. Обращайтесь, смотрите сейчас и на сайте SkyWay Capital, и на сайте РСВ со следующей недели будут условия. Там надо будет определенные деньги проплатить, чтобы мы четко понимали, кто платит, кто едет. Потому что, еще раз, друзья, фестиваль и сбор SkyWay в апреле, это только для участников проекта. Мы не приглашаем туда новичков, мы не приглашаем туда тех, кто хочет еще определиться инвестировать, не инвестировать. Это, друзья, уже именно праздник для тех, кто понимает, что такое SkyWay. И поэтому здесь уж, друзья, разберитесь в кабинете, посмотрите, как это делать, заранее зарегистрируйтесь, потому что от этого будет зависеть. Нам надо планировать автобусы, места, там будет самый большой в Белоруссии шатер, там будут полевые кухни с целым разнообразным меню. Мне очень нравится перловая каша, которая будет там в момент, потому что я после армии очень люблю перловую кашу. Но также будет и гречка, также будет и картошка с тушенкой, как и в прошлый раз. Поэтому меню будет очень разнообразное. Ну вот, друзья, давайте, я считаю, что у нас уже час 36 идет вебинар. Практически на все вопросы, которые стояли, мы отвечаем. Поэтому, друзья, я очень рад, что мы с вами работаем, я очень рад, что мы с вами развиваемся, я очень рад, что нам есть, что показать и за что гордиться, уже действительно гордиться. И я думаю, что те общие фотографии, которые будут несколько в грязину на фоне строящихся опор, натягивающиеся путевой структуры и прототипов подвижного состава, моделей подвижного состава, я думаю, нам будет еще с вами всем вместе не стыдно, что мы с вами делаем. Поэтому строй Skyway, спасай планету. Это, друзья, для нас сегодня основной лозунг, основная программа к действию, основное, что мы делаем. Мы объединяем мир, и объединять, друзья, это наша работа. Всего доброго. Давайте до тех, кто будет с нами вечером, у нас также с Алексеем в 19 и в 20 часов вебинары для новичков и для тех, кто уже в проекте, для средней части европейской. Соответственно, тема вебинара будет примерно та же, но, как кто уже знает, в двух одинаковых вебинарах невозможно, потому что мы же не попугаи, чтобы рассказывать одно и то же. Есть несколько определенных вещей, но тему разговора, которая, она будет примерно та же. Поэтому, друзья, за субтитры по губингу. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...